Служить Богу имением, а не Мамоне богатством. Ты с нами. Мир вам друзья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сейчас мы говорим о служении Мамоне. Вроде бы и служить Мамоне нельзя. А как поступать с богатством, и можно ли его приобретать, зарабатывать? Друзья, делать опору на богатство в своей жизни нельзя. Любить богатство за то, что оно дает преимущество в жизни. Итак, чтобы считать, что не бог, а деньги решает все на земле. Если опора в жизни, деньги и власть, которые они дают, а не бог, Дух Святой и его сила и служение, то это уже Мамона. Друзья, все очень просто. Мы живем не силой денег, а силой Духа Святого. Поэтому мы служим не богатству Мамоне, а учимся служить Богу имением, церкви, братьям и сестрам, используя наше имение. Мы сегодня посмотрим на примере, как были люди, которые служили Иисусу Христу своими имениями, достатком, богатством. Друзья, эти люди были записаны в Библии, Слове Божьем. Они не исцеляли, бесов не изгоняли, но они есть. Так что они делали, что через века мы знаем про них? Они служили своим имением, богатством Иисусу Христу. И в это время, сейчас дело Иисуса Христа продолжается через Его Церковь. И мы все также можем участвовать в Его деле и быть записаны в книге жизни. Служить Богу имением, богатством, а не Мамоне. Мы сейчас рассмотрим три женщины, три вида служения имением, богатством Господу. Рассмотрим три женщины в этом служении. Во-первых, Иоанна, жена успешного человека. Во-вторых, Мария Магдалина, женщина, которая сама занималась бизнесом. В-третьих, служение Тома Марфы, Марии и Лазаря. Когда у нас возникает вопрос, и мы не можем получить ответ, значит, всего лишь нужно рассмотреть более детально, что мы делаем на страницах этого блога. И это касается и темы Мамоны. Задайте вопрос Богу, где я могу участвовать в твоем деле. Мы много говорим и будем говорить о Боге Отце, Господе и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Служить Богу имением Иисусу Христу. Лука, 8 глава, 2-3 стих. Самые известные доятели, раздаватели, те, кто служил имением своим в Новом Завете, это были Иоанна, жена Хузы, Сусанна, Мария Магдалина и многие другие. Кстати, они ходили вместе с Иисусом Христом и двенадцати учениками. Откроем Евангелие от Луки, 8 главу, стихи с 1 по 3. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называя Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна и многие другие, которые служили ему имением своим. Лука, 8 глава, стихи с 1 по 3. Конечно, вспомним и дом Марфы, и сестры ее Марии и Лазаря, которые с радушием даже во времена гонений за связь с Иисусом Христом приняли Господа в свой дом. Разумеется, это была богатая и известная семья. Иисус Христос Господь наш практически не был один. Помните, Он был один до искушения в пустыне по Луке, а на следующий день Андрей и Иоанн стали первыми учениками Господа. С этого времени Иисус Господь не оставался один и был окражен учениками. И среди них были и те, кто служил имением, богатством своим. Смотрите, друзья, эти люди хоть и были богаты, но они были, ходили вместе с Иисусом, вместе с Господом. Они сами лично видели, какие нужды есть у Иисуса Христа, когда Он служил. Не ученики им передавали список нужд, потому что лично присутствовали при служении Иисуса Христа. Первое. Личное присутствие при служении. Десятинные милостыни. Друзья, Иисус Христос не забирал себе десятину с народа. Он не претендовал на то, что принадлежит Богу Отцу. Он не забирал финансы, которые шли на обеспечение служения в храме Его. Это исполнение слов пророка Малахии. Дома сами прочитайте Малахия, 3 глава. А у Иисуса Христа также был ящик с милостынями. Им занимался Иуда Искариот. Иисус Христос давал милостыню не с десятини Бога Отца, а со своих пожертвований. Люди клали в Его ящик дары, милостыни, пожертвования, а Он просто передавал другим. Это служение мы видим сейчас в Его церкви нуждающимся. Жена богатого мужа Иоанна. Были и те, кто ходил с Иисусом Христом, видел, что происходит, и восполнял все текущие нужды служения Иисуса Христа. Я хочу сделать ударение, что не сразу отдали свои имения Иисусу Христу. Что бы сказал Хуза, домоправитель Ирода, если бы его жена отдала все имение Иисусу Христу? И что бы сказал Ирод, узнав, как поступила жена его домоуправителя? Наверное, он перестал бы быть домоуправителем. Если Хуза не может управлять своим домом, то как сохранить дом и хозяйство Ирода? Но женщина была умна и с разумом служила в восполнении нужд. Друзья, друзья, хочу сделать особое ударение на то, что она лично ходила, присутствовала в походах и путешествиях Иисуса Христа. Друзья, не совершала шопинг каждый день, а вместе с Иисусом Христом переживала все тяготы служения Господа. Не понаслышке, а сама все, что видела, восполняла. И Бог, Дух Святой, Своей силой давал ей мудрости служить Богу имением и заметим, что записал ее в Библию. Вместе с Иоанной путешествия и служение Иисуса Христа разделяли Сусанна и Мария Магдалина и многие другие. Мария Магдалина в бизнес-леде из Нового Завета. Вдобавок посмотрим и на Марию Магдалину. В слове написано, что Господь освободил ее от семи бесов. Тут стоит отметить, что, например, Иоанна была женой успешного человека, а Мария Магдалина была сама, занимаясь бизнесом из города Магдала. То, что женщина, а не мужчина, уже не сильно нравилось в то время. Но Мария Магдалина также отмечена и записана в Слове Божьем. В наше время церковь уже не говорит, что Мария Магдалина была блудницей. Прямых доказательств этого нет. Просто было не сильно привлекательно говорить, что были успешные женщины в окружении Иисуса Христа. Но это было в средние темные века. Мария Магдалина. Это была женщина Мария из города Магдалы. Вдобавок она занималась бизнесом, поэтому ее и назвали и ее из Магдалы, Мария Магдалина. Ее знали в своей области и за пределами. Кстати, можем посмотреть на еще одну личность Симона Прокаженного, у которого гостил Иисус Христос. Тут понятно, его называли, что он был когда-то прокаженным. А здесь Мария из города Магдалы. Мария так была поглощена бизнесом, что стала одержима семью бесами. Как это может быть, друзья? Это понимает только тот, кто имеет бизнес. Не малый, а хотя бы средний. И нам не нужно осуждать, кто занят бизнесом так увлечен, что получили, стали одержимы. Нам эта история важна тем, чтобы мы знали, что такие люди есть. И эти люди также находятся в рабстве и страдают от этого. Конечно, нуждаются в освобождении. Без всякого сомнения, это должно быть их решение. К Богу никто насильно не может прийти. Если у вас есть такие ближние люди, попросите у Духа Святого, чтобы он пришел к нему, дал покаяние и спасение этому человеку. Остальное отдайте Богу. Семья Марфы из Вифании служила Богу имением. Посмотрим еще на одну семью, которая служила Иисусу Христу. Эта семья не ходила вместе с Господом, но они неоднократно принимали Господа и Его учеников у себя дома. Как бы там ни было, принять и прокормить минимум 13 человек – это дело нелегкое. Впрочем, принимать людей Божьих – это одно из служений имением своим. Но посмотрим на эту семью Марфы. Откроем Евангелие Иоанна, 12 главу, стихи с 1 по 3. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же взял фунт нардового чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 1 по 3. Посмотрим на эту историю и служение имением этой семьи. Эта земля была богата. Жили они в предместе Иерусалима, примерно в трех километрах от города. Эту семью знали многие, даже в Иерусалиме. Марфу и ее сестру Марию, которая помазала ноги миром, и брата Лазаря, который был воскрешен из мертвых. Марфа и ее имение. Господь неоднократно останавливался у этой семьи, когда проходил мимо послужению. Написано, что Он любил эту семью. Друзья, Господь может любить богатых людей. Это не новость для вас. И сейчас посмотрим именно на эту историю. За шесть дней до Пасхи, до распятия, Иисус Христос пришел в Иерусалим. Конечно, Его пригласила в свой дом Марфа, но это было неспокойное время. Перед этим Господь служил много, и было много исцелений, освобождений. В это время фарисеи уже сказали, что тем, кто будет служить помогать Иисусу Христу, будут исключать из синагог. Но Марфа, услышав, что Господь пришел в Вифанию, пригласила его к себе, и к тому же приготовила вечерю в честь Господа. Услышал об этом, многие люди шли из Иерусалима и окрестностей в дом Марфы и Марии. Помимо того, там жил еще и Лазарь, который воскрес из мертвых. В этот вечер произошло такое служение, что фарисеи решили убить и Лазаря. А на следующее утро Господь въезжал в Иерусалим, сидя на молодом осле, а под ноги его кидали пальмовые ветви. Вот такое служение было у Марфы, Марии и Лазаря. Они не ходили вместе с Иисусом Христом, но всегда ждали и принимали его в своем доме. Они не боялись осуждения фарисеев, но любили Господа своей всей душою, хотели служить Богу имением своим, показывая служение своим богатством. В свою очередь написано, что и Господь любил эту семью. Это вообще очень интересная история. Это вечеря у Господа у Лазаря, но это другая история. Служить Иисусу Христу своим богатством И это все люди, которые служили Иисусу Христу своим богатством, имением. Притом они не расточали все налево и направо, а с мудростью женщин, описанной в книге притча 11 глава. Это значит, с помощью и силой Духа Святого были рядом с Господом. Мне понравилось служение Иоанна, жены успешного человека. Знаете, сейчас очень показываются и высмеиваются женщины-блондинки, жены богатых мужей. Но женщина Иоанна была такой. Не знаю, блодинка или нет, но она не работала, а была женой богатого человека. Вне всякого сомнения, она служила Иисусу Христу. И, конечно, сохранила честь своего мужа. Эта женщина достойна похвалы. Конечно, как и Мария Магдалина, так и семья Марфы. Вообще-то, они не зря описаны и оставлены в истории нам в научении и назидании, как служить Богу имением своим и быть даятелем. И сейчас дело и служение Иисуса Христа продолжается через церковь Его. Если еще вы не в служении, добро пожаловать. Пусть ваше богатство не станет препятствием для того, чтобы показать свою любовь Богу. Богатство не грех. Господу не нравится любовь к деньгам. Когда Бог, Дух Святой, сила Святого не нужна, а на первое место становятся деньги. К тому же, в следующем подкасте мы рассмотрим, как можно самому быть в даре служения даятеля. Друзья, задайте вопрос Богу. Кому нужна сейчас моя помощь? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Небесному Отцу. Сегодня мы путешествовали во времени, были с Иисусом Христом и Его помощниками. Несомненно, мы еще много будем говорить на темы Бога Отца, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, то поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте примет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.